Друзья, привет! Сегодня у нас будет такая интересная тема. Для меня, по крайней мере, она была очень интересная, не изученная. Теперь я немножко уже ориентируюсь, попробую поделиться с вами. Это тема «Отягощение сердца». Кто уже столкнулся с этим понятием, тот, наверное, знает, что чем интенсивнее он начинает заниматься духовной работой, тем больше вероятность, что к нему приходит вот это так называемое «Отягощение сердца». Что это такое, с чем его едят, мы сейчас будем разбираться. Смотрите, если к вам приходит состояние пустоты, такое, знаете, которую ничем не наполнить, вроде бы все есть, но что-то мучает тебя, ты маешься, это можно назвать «Отягощением сердца». Но, в принципе, что происходит? Это происходит новая добавка авиюта, так называемого желания получать, которая раскрылась после вашей правильной духовной работы, которая теперь лежит перед вами, вернее, в виде вас, абсолютно пустое. Вы себя с ним полностью ассоциируете, то есть вы еще не оторвались от него, не приподнялись немножко. Вы себя полностью ассоциируете с ним и говорите совершенно искренне «Мне плохо». В этот момент вы, конечно, забываете, что это не ваш кусок желания получать, это просто пришло. Но сам себя из этого состояния не вытащишь, поэтому тут нужно предпринимать отдельные действия, которые мы рассмотрим дальше. Но что самое важное, что я хочу сегодня сказать, то что отягощение сердца не всегда проявляется именно так. Иногда и чаще всего, и точнее всего, отягощением сердца можно назвать то состояние, когда вам не хочется связываться с товарищами. Вам даже хочется как-то от них уйти, отдохнуть. Вам хочется уехать в отпуск, выключить телефон, чтобы никто до вас не добрался. Вам хорошо, хорошо сейчас, и не хочется, чтобы это состояние кто-то испортил или кто-то в него влезал. Вот это истинное отягощение сердца. Вот вы добрались, значит, до точки, где вы можете свою свободу воли реализовать. В общем-то, наверное, про это состояние много можно рассказывать, но, конечно, если вы уже в него вошли, то тут сделать будет что-то очень сложное. Оно, как правило, нами не осознается. Поэтому для того, чтобы его пережить, нужно, конечно, подготовиться, подготовить себе команду реаниматологов, которые придут и выведут вас из этого состояния. Но об этом в нашем следующем ролике. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok